В Институте физики Казанского федерального университета появилось новое лицо. Теперь должность директора занимает Марат Гафуров, который поделился с нами ближайшими планами института. Одним из преимуществ Института физики Марат Гафуров посчитал многофункциональность. Здесь работают более 320 сотрудников, учатся 1345 студентов и аспирантов, которые занимаются на 17 различных кафедрах. Наш институт охватывает такие направления, как, например, ядерная физика и астрономия и космическая геодезия. То есть охват нашего института настолько, так сказать, большой и огромный, что, я думаю, ни у одного другого института нет такого разнообразия и многоплановости работы. На данный момент Институт физики в большей степени приветствует академический образовательный процесс. Однако студентам и аспирантам предоставляется огромное количество возможностей подкрепить теоретическую базу практикой. Вот здесь у нас расположен спектрометр ядерного магнитного резонанса. Вы знаете, что школа магнитного резонанса родилась у нас здесь, в Казани, в 1944 году, с открытия явления электронного парамагнитного резонанса Евгения Константиновича в Завойске. Мы продолжаем эти традиции. И сейчас мы используем эти приборы для того, чтобы характеризовать те вещества, которые мы синтезируем. Выбор Марата Гафурова, так или иначе связать свою жизнь с физикой, был не случайным. Это история, которая началась еще со школьной парты. Что заставило вас поменять род деятельности? Ну, на самом деле, род деятельности я не менял. Пока выпускник 131-й школы, для меня практически не было вопросов, куда поступить физического класса. Поэтому я поступил на физфак Казанского университета. И, наверное, это был мой правильный выбор. Хотя я несколько раз порывался уходить и в аспирантурии. Мне надоело учиться, и было как-то очень трудно. Ну и вы были, понимаете, 90-е годы, денег на науку не было. И мне казалось, что все, значит, моя научная карьера должна на этом завершиться. Но, тем не менее, спасибо, наверное, вот этим годам и моему опыту. Хотелось продолжать заниматься наукой и дальше. Что касается изменений, то в ближайшем будущем магистров и аспирантов ждут нововведения в сфере образовательных программ. Скажите, а планируется запуск каких-то новых магистрских и аспирантских программ? Конечно, в рамках «Приоритет-2030» мы планируем запуск новых магистрских и аспирантских программ. И они будут проходить в сотрудничестве с Институтом химии имени Бутлера в первую очередь. Марат Гафуров признался, что, вступив в должность директора, он по-настоящему осознал весь спектр обязанностей и ответственности в профессиональной деятельности. Столкнулись ли вы с какими-то проблемами уже в процессе работы и как вы собираетесь их решать? Ну, вы понимаете, тут я осознал, что директор должен решать все проблемы. Начиная от протекших труб, посмотрите, сейчас вот включили отопление, вот здесь вот отремонтированный, и заканчивая вопросами стратегического развития нашего института, куда мы будем двигаться дальше. По словам директора, Институт физики должен всегда оставаться центром притяжения всего самого интересного и значимого в Казанском федеральном университете. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.